Привет-привет, друзья! Снова мы с вами гуляем по прекрасному парку Восборнхаус. Сегодня я хочу вам в конце этого видео немного рассказать о том, как продвигается у нас история с объявлениями о знакомствах, которые я просила вас разместить в одном из своих видео. Вы знаете, называется «Давайте познакомимся». Хочу рассказать вам, те, кто интересуется, как там у нас продвигаются дела. Но это в конце. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца и всё узнаете, друзья. Ну, а вначале я хочу вам рассказать немного свои впечатления об англичанах опять. Вот почему они такие законопослушные. Но это не только моё такое вот суждение и видение этой ситуации, а это вот именно, как мне рассказывал Мартин, что он думает об этом. Поэтому я ещё раз повторяю, что это мой канал, друзья. Это мои субъективные мнения, субъективные суждения. Уже, как известно, что объективных мнений и суждений вообще не бывает. Все суждения являются субъективными. Один человек о какой-то проблеме думает одно, другой думает совершенно другое. А мы просто должны слушать все эти субъективные мнения, слушать разных философов, массу философий всяких сейчас, читать различные книги и как-то делать свои выводы, которые больше всего именно вам подходят. И так, в общем-то, улучшать и совершенствовать себя, свою жизнь и мир вокруг. Ну, и так, друзья, поехали! Тут ларёчек, где можно кофе купить, очередь. Сейчас дождусь, хочу пить. Вода у меня закончилась, я уже три гуляю. Hello, I'm stay. Попила я здесь кофе. Столики, конечно, вида такого не очень, но старые уже. Меня заинтересовала вот эта надпись на каждом столе. Please do not move the table. То есть, пожалуйста, не двигайте стол. И вот что я хочу по этому поводу вам рассказать, друзья. Вы знаете, так сложилось, наверное, уже веками, что англичане очень законопослушные граждане. Вот если надпись, вот как эта, например, «Не двигайте, пожалуйста, стол», никогда никто не подумает его куда-то сдвинуть. Или вот, например, написано «No entry», «Нет входа». Или, допустим, написано «Private». Вот смотрите, для них «Private» или там «Нет прохода», «Нет входа». Это уже такое табу, что никто никогда не нарушит. Вот я, видите, вот такая вот бессовестная. Я иногда захожу на «Private» и всегда думаю, что если меня вдруг кто-то спросит, почему я сюда зашла, то я сошлюсь на то, что мой плохой английский, я не понимаю, не знаю, что тут написано, притворюсь, в общем, как говорится, веником. Ну, а англичане, они никогда не нарушают вот такие вот надписи, несмотря на то, что там ни камер, никаких ничего нет, но у них это уже в крови. Вот даже по этому поводу, по-моему, я помню, смеялся кто-то из наших юмористов, да, по-моему, тот же самый Задорнов, Михаил Задорнов, он, по-моему, смеялся, говорил, что как сложно им, бедным иностранцам, когда они приезжают в Россию, вот, допустим, зашёл в какой-то магазинчик, на нём висит такая вот, знаете, надпись, написано «Open», открыто. Ну, и вы знаете, что с другой стороны написано всегда «Close», да? Перевернул, и у тебя «Close» магазин. Ну вот, с одной этой стороны «Open», а когда человек начинает искать выход, то он видит, что на этой двери, в которую он вошёл, написано «Close», то есть она закрыта. И он начинает метаться, искать выход, и найти не может, потому что для них непонятно. Написано «Close», значит «Close». Они не понимают, что просто не так повёрнута вот эта вот надпись, понимаете, другой стороной. Вот. Ну, я вот это всё к чему говорю. Когда я стала себе размышлять, почему так происходит, мы тут даже как-то с Мартиным по этому поводу разговаривали, я у него спросила, говорю, вот мне интересно, почему такие законопослушные у вас англичане? Он говорит, наверное, это уже веками. Ведь, говорит, раньше, 15-16-17 век, здесь рубили головы сплошь и рядом, просто через какой-то малейший проступок, нарушение, тут же с плеч дало голова, а то ещё и хуже. Там и четвертовали, и вспарывали кишки. Вот это как-то у них тоже страшная казнь называется, когда человека подвешивают вниз головой и вспарывают ему живот. В общем, ужасные вещи. И вот это вот происходило на протяжении нескольких веков. И вот как Мартин считает, что именно вот так теперь они такие вот законопослушные стали граждане. Хотя сейчас голову никому не рубят, но тем не менее, всё это в крови осталось. Также, впрочем, как говорят и у нас, что те, кто пережил сталинский гулаг, те боятся и до сих пор. Видите, оно уже как бы записывается где-то на генном уровне. А я вот вам показываю, смотрите, какой огромный идёт в Европу. Контейнеровоз огромный, видите? Сегодня здесь есть ветерочек, но очень гладкая. Посмотрите, вода просто гладь. Ни волны, ни одной. Такое тоже бывает крайне редко. Ну и здесь красивый вид. Вот туда вот выход на пролив Ла-Манш. А это мы с вами на самом краю пролива Солу. Правильно же? Ну вот, а я вижу там впереди очень сильно разломан огромный дуб. Видите, ветка у него отвалилась, треснула. Давайте подойдём, посмотрим. Огромная ветка отломилась от огромного дуба. Очень жалко, конечно. Хотя она тут продолжает расти. Видите, почки кое-где ещё есть у неё. Но, скорее всего, конечно, уже погибнет этот отломанный огромный ствол. А там вот наверху ещё один отломанный уже давно. Что случилось здесь с этим деревом, непонятно. А здесь вековые огромные сосны стоят. И, конечно же, много огромных сосновых шишек для поделок, насобирать. И вообще украшают ими, как вы знаете, камины, да? О, какие! Сейчас попробую найти такую красивенькую шишку и, наверное, заберу с собой. Вот эту, конечно, ветку я всю забирать не буду, но вот эту, наверное, отломлю. Вот тоже симпатичные. Обратите внимание вот на эти кучки земли. Вот они впереди. Их очень много. Видите? Надеюсь, вы знаете, что это такое. Это, конечно же, кроты. И кроты здесь роют землю и вот таким вот выбрасывают почву наружу. Таким образом их можно узнать, что они здесь живут. А я не так далеко и ушла от Осборнхаус. Посмотрите. Я просто иду здесь вдоль вот этой вот центральной дорожки. Видите, там людей полно. А я же, как вы понимаете, стараюсь уходить подальше и как можно больше гулять там, где нет людей. Берегусь от ковида. Всё равно как-то, вы знаете, не хотелось бы, как говорится. Ну и вот, в конце концов, я хочу вам рассказать, что у нас там происходит с объявлениями, с анкетами. Вы знаете, я бы хотела, во-первых, узнать, может быть, женщины напишут мне. Может быть, кто-то им уже написал. Может быть, завязалась какая-то переписка. Пожалуйста, друзья. Ну, если вы в комментариях не хотите написать, напишите тогда мне в личку. Мой адрес электронной почты есть. Если вы открываете о канале на моей странице, то там все мои контакты есть. Мне бы очень хотелось всё-таки. Потому что, насколько я знаю, я и говорила, что мужчин, конечно, у меня на канале меньше намного, чем женщин, но всё-таки они есть. И вот я видела даже, что там один какой-то, по-моему, из Таджикистана, по-моему, один мужчина. Он вроде так начинал писать там кому-то. Может быть, кто-то обратил на него внимание. А ещё, что хочу сказать, что написали мне на мою почту почему-то три мужчины. Я не знаю, конечно, их, что это за мужчины конкретно. Но вот написали, что они хотели бы познакомиться. Вот как бы я им помогла. Вот может быть, что-то бы я посоветовала. Какую-то найти интересную, хорошую женщину. Я, конечно, написала им всем, что вы, пожалуйста, прочитайте анкеты. Очень много анкет, смотря какого возраста женщина вам нужна. Может быть, даже вы найдёте где-то поблизости живёт женщина с вами. Потому что, насколько я знаю, там буквально и со всех уголков России женщины разместили объявления и даже из других каких-то стран. Ну вот, поэтому я и спрашиваю, что уже три мужчины заинтересовались. Как тут мне помочь? Вот я, честно говоря, даже не представляю. как-то смотреть все эти анкеты и подыскивать этим мужчинам женщину я, по-моему, не смогу. Откуда я знаю, какие у них приоритеты, что именно они смотрят. Ну вот, я этим мужчинам написала конкретно, что я думаю, лучше бы они сами посмотрели. Поэтому я и спрашиваю, написал ли какой-то мужчина кому-то из женщин. Пожалуйста, было бы нам всем интересно узнать. Я же уже говорила, что если хотя бы одна пара организуется и хотя бы один мужчина и женщина найдут друг друга, то это будет просто замечательно. Согласитесь со мной. Ну и так же, если кто-то расскажет о том, что он уже познакомился, может быть даже без подробностей, но вот так вот просто, то может быть это прибавит оптимизму тем, кто еще надеется и все же не верит, что может такое случиться. А случиться может в этой жизни всякое. И не всем, я повторяю, нужны молоденькие. Вот так, друзья, я вам рассказала то, что я обещала. я не поясняю то, что я показываю на экране, потому что я думаю, что вы и сами можете прочитать и увидеть. Здесь название деревьев у нас вдоль всей этой аллеи. Ну и замечательный, прекрасный день. Моя прогулка продолжается. У меня много еще что есть вам рассказать, друзья. А я думаю еще раз напомнить вам. Не забудьте в конце просмотра нажать пальчик вверх и написать, что вы думаете, но не обо мне, а о том видео, которое я вам снимаю. Всего вам доброго. Увидимся. Пока-пока. !